добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас на нашей девятой встрече посвященной изучению книги цедр олам раба переводе комментарии мы с вами прошлись по жизни абрама вину и даты и миру и все мы продолжаем с вами сагарлам дающийся теперь рождение нашего праотца и цхак рождается как раз нашей недельной главе лаира так мы читаем с вами седр олам который говорит меня могу отшена лад и цхак от потопа и до того момента как родился и цхак и но прошло 392 года и вот их деталь ему было 100 лет и он родил арбах шада два года после потопа арбах шаду 35 лет когда он своего сына шелоха родил шелоху 30 лет эверу 34 года пелагу 30 лет рэу 32 года шару сыругу 30 лет на хору 29 лет рэху 70 лет и аврааму 100 лет когда родился у него и цхак его сын все выше давайте обратимся к нашей таблице таблица в этом очень помогает пожалуйста вот вышеперечисленные герои м которому 100 лет было во время потопа и через два года у него родился сын и эти возраста то есть два года после потопа здесь 35 30 34 30 32 30 29 70 и 100 если все эти цифры сложить опять учитывая все что мы говорили до этого а когда мы складываем только года и игнорируем месяцы мы должны бы предположить что все эти года округлены для того чтобы их можно было правильно сложить весь правда еще парочка более простых способов чтобы получить искомую искомое число 392 первый самый простой способ давайте первый самый простой способ получить эту песковую цифру что от рождения от потопа до рождения цха кабину прошло 392 года самый легкий способ наверное легче всего запомнить но он жил после потопа 355 авраам авраам авину было но но то есть 48 58 когда умер но при этом когда родился и цхак авраам авину было сто лет это значит 42 42 года спустя после 58 прибавить 42 получится сто лет авраам авину но ах это имя нашего героя но ах и но ах тоже может означать цифру на иврите нун хэд это 58 авраам авину было но ах 58 когда умер но ах так вот легко запомнить это самый большой плюс гематрии она позволяет ассоциативную память развивать то есть 42 года прошло после смерти ноаха до того времени как авраам авину стало сто лет то есть родился положим с вами чаем скомый нам 392 года есть еще и еще проще способ это сделать опять более-менее то же самое дело в том что мы с вами предыдущем занятии предсказали что от от опода вавилонской башни было 340 лет и мы также сказали что авраам авину было 48 лет во время вавилонской башни получается дородился ицхак сто лет два года прошло вавилонской башни получается 52 340 392 опять та же самая цифра самое число правильнее сказать и на этом в принципе эту тему можно считать закрытой комментировать тут особо в принципе нечего и так все понятно и все уже было сказано и доктор гуинхаймер в принципе особо уже даже на этом не останавливается также хотел бы сказать что все вышеперечисленные имена приведенные здесь арфахшат шелах эвер теле греху серу нахор терах и аврам они все красиво переводятся с акадейского языка намного легче и проще перевести с акадейского чем с иврита окей едемте дальше дорогие друзья здесь я бы хотел сказать некое стихотворение я не знаю знаком ли был владимир семенович высоцкий различными манускриптами книги сэдер ламп но такое впечатление что как-то подсознательно он затронул тему которую мы сейчас с вами будем обсуждать дело в том что у Высоцкого есть такое с одной стороны вроде трагическое а с другой стороны комическое спорно-юморное стихотворение с таким юморным подполом его коллег известных поэтов ныне покойных Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко которым в семьдесят первом или в каком году там было это в семьдесят втором когда это стихотворение писалось было тридцать семь лет и Высоцкий посвятил намекнул так на них и посвятил им это стихотворение которое говорит что кто кончил жизнь трагически тот истинный поэт а если в двадцать шесть то в полной мере под эту цифру один шагнул под пистолет другой же в петлю слазил в Англитерии под пистолет шагнул Лермонтов и слазил в петлю в Англитерии Сергей Есенин Высоцкий продолжает с меня при цифре тридцать семь в момент слетает хмель вот и сейчас как холодом подуло под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль и Маяковский лег виском на дуло не останавливаясь на достигнутом Высоцкий продолжает задержимся на цифре тридцать семь коварен рок ребром вопрос поставлен или или на этом рубеже легли Байрон и Рэмбо а нынешние как-то проскочит вот такая вот вещь Владимир Семенович описывает какие-то предсмертные ситуации связанные с цифрой двадцать шесть и с цифрой тридцать семь и дело в том что это как раз то что обсуждает Седоролам сейчас сейчас мы с вами начнем это обсуждать но запомните вот задержитесь на двух этих фислах двадцать шесть и тридцать семь нам придется решать между Лермонтовым и Пушкиным между Есениным и Маяковским так что давайте без всякого дальнейшей задержки без всякой перейдем к тексту Седоролама и пожалуйста прочитайте его вместе со мной пожалуйста Седоролам гласит это наверное вы все слышали миллионы раз в различных выступлениях и лекциях как обычно слышали скорее всего только одно мнение или только один вариант и будем надеяться что после сегодняшней лекции мы поймем что вариантов намного больше чем один а в и 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 ш сегодня наш праотец jeg когда был он завязан на жертвеннике ему было тридцать семь лет как сказано тари и жил авраам в земле плештим многие дни говорится дарлам миг который он жил в земле плештим были больше м те дни которые он жил в хевроне и брони он жил 26 лет значит шеве он жил земле плештим он жил в февроне жил 25 лет значит 26 лет топ-кадр как вы наверное уже поняли здесь без пол-литры не берешься поэтому давайте будем приступать к нашей политики пока седору ламп прочитанный на интернете для вас упоминает что и так авину было наш герой так авину точнее давайте напишем его по-русски понятно что древние евреи произносили это не так они произносили это имя вообще не существовало в древнем и было очень мягкая поэтому то что говорят наши не еврейские товарищи исаак различных языках это ближе конечно же к современному поближе конечно к древнееврейского произношения чем допустим современная израильская и так это результат галута результат путешествия по различным странам европы и так далее цене было из х в данном случае мягкая как свидетельствует транслитерация греческий язык нашим переводим коры имени из окей значит давайте поговорим здесь 37 упомянуты однако должен вам сразу признаться что 37 это упомянуто в ашкинастских и в еминских мидрашах должен вам сказать что существует параллельная и в манускриптах правильно однако должен вам заметить что существует параллельный манускрипт допустим манускрипт из города пармы и вместо 37 то их 26 его приводит профессор миликовский своей докторской диссертации по садуру ламу там написано стоит хоккавину было 26 лет тогда тогда он даже ну давайте немножечко отожмем это дальше дело в том что и кто иной как веленский гаон я уизбильно тоже предпочитает вот этот вариант текста на основе интеллектуальных рассуждений и доктор гугенхаймер не не применил упомянуть что как-то вот веленский гаон почему-то делает это доказывает это только на основе интеллектуальных рассуждений хотя говорит доктор гугенхаймер он мог бы в принципе принести привести текст мидража бариши трампа давайте глянем с вами в мидраж бариши трампа он открыт это его 56 глава 56 главе в восьмом параграфе говорится что когда пришел это известный мидраж этот мидраж цитируется цитируется налево-направо чаще всего народ шана многими авинами так вот вариант цити этот мидраж и следующий когда это во время когда сказал омар иби цхак говорит рэби цхак но когда в рамовину планировал завязать из хака своего сына на жертвеннике он сказал папа я не женатый человек я боюсь что я вот дёрнусь так у меня дёрнется немного тела как во время и когда ты будешь делать жертвоприношение резать нож может немножко соскользнуть и так далее а порезать когда жертвоприношение делаешь надо четко ровно и более кошерном виде и уж как-то вот так вот хорошенечко меня обвяжи завяжи потому что вот разве можно говорит он разве можно взять 37-летнего человека и без его согласия просто взять так вот и завязать говорит мидраж так вот здесь у нас если вы посмотрите в текст нас есть параллельный вариант мидража брюши трава он настолько параллельный что даже авторы здесь в интернетовском веб-сайте они не применули упомянуть его если вы внимательно посмотрите сколько написано ну сахар у нас есть другой вариант этого же текста где написано что ему 26 лет доктор винхаймер немножечко удивляется почему веленский гаон не привел что существуют две параллельные традиции на эту тему опять знал ли об этом владимир семёнович высоцкий или нет скорее всего нет но как-то вот так вот совпало около смертельный экспириенс то ли 37 то ли 26 как раз вспоминается его стихотворение едемте дальше давайте теперь посмотрим все таки предпочтение какому из этих текстов следует отдать как доказывает нам центр пола что вот ему в это время было 37 или же 26 лет и вот здесь удивительно вы знаете набегая немножечко вперед дорогие господа посмотрите вот здесь не интернетовские наши друзья псифари дай бог им здоровья они приводят только один вариант своему было 37 лет и вот как-то вот так вот нужно искать на свете потом доктора гугенхаймеров или читать веленского гаона чтобы понять что поесть параллельные традиции но при этом наши же дорогие основатели редакторы сифари они при этом написали что рифка когда она вышла замуж за и цеха то ли ей было 14 лет то ли 3 как так берется что вот вроде то 14 то 3 видите вот здесь вот два варианта ее возраста написано вот здесь уже они как-то написали оба варианта правильнее поэтому было бы здесь тоже написать 37 и 26 почему потому что ицхак женился на рифке когда ему было 40 лет и согласно традиции с которой никто не спорит рифка родилась в момент когда было ицхака завязали на жертвы ники на горе море то же получается если ему было 26 лет и в этот момент родилась рифка когда они поженились ему было тогда 40 лет ей должно быть 14 вот этот вариант номер один если ему было 37 лет когда он был завязан на жертвеннике и в этот момент родилась рифка когда и три года когда они поженились. Вот эти два варианта. То есть сам факт, что они приводят здесь второй вариант Седер-Лама, говорящий о 14, это подразумевает, что есть варианты Седер-Лама 26. И в действительности таких вариантов немало. Это варианты в основном в основном это варианты сефардских. Все французские авторы, Раши, Тосапот, и Мьеменские также, Медраш, Агадол, они все приводят 37. При этом в сефардских вариантах 26 фигурирует. То есть у нас здесь два варианта до нас доходят возраст Ицхаковин. Как-то я помню, я потратил где-то полчаса, объясняя в одной из синагог, что есть второй вариант. После этого один из товарищей встал и сказал, ну, что поделать, я не знаю, что там объяснялось, но ему было 7 лет. Точно. Ну, вот так вот, такая вещь. Окей, смотрите, как Седер-Лам доказывает это, обратите внимание на эти строчки, «Своя гора Авраам Баирис Плештим Ямим Рабим Проживал Авраам в земле Плештим Ямим Рабим Многие дни Слово Рабим опять, это сколько? Мы не знаем, но Рабим, они больше, чем Ямим. Вот есть Ямим, а есть Ямим Рабим. Это что-то больше. Что-то больше. Насколько больше? Мы не знаем, но больше. Говорит Седер-Лам больше чего и больше насколько. А Ямим Алалу вот эти дни, что Авраам Авину жил в земле Плештим, то есть он жил в Баиршеве, но путешествовал в Грар там и так далее. Эти годы, где он жил в Баиршеве, они больше, чем те, где он жил в Хевроне. В Хевроне он жил 25 лет, а это в Баиршеве 26 лет. И в этот момент родилась Ривка. Окей, давайте вот здесь остановимся и посмотрим немножечко на как нам эти строчки понимать. Их в действительности не так просто понять. Окей, пока мы эти наши цифры уберем и сделаем такую небольшую шкалу. большая шкала у нас будет вот здесь нарисуем вот такую линию. Авраам Авину вот здесь 75 лет. Это Авраам Авину. Он приходит в Израиль, как мы уже говорили, на постоянное место жительства в этом возрасте. Вот здесь Авраам Авину 107 лет. Известно, что Сара на 10 лет моложе Авраам Авину. Значит, Саре здесь 127 лет. Что происходит здесь? Здесь умирает Сара. Вот у нас теперь где-то здесь Авраам Авину переехал из города Хеврон город Бершев. Давайте посмотрим. Согласно автору Седеру Ламы, мы это говорили с вами в прошлый раз, все абсолютно, что у нас там произошло с Авраам Авину в главе Лехваха, все произошло в первый же год, и в этот первый же год Авраам Авину обосновался в Хевроне. Элоне Мамре. И мы видим, что Авраам Авину находится в Хевроне, когда он делает обрезание. Там рождается Иц... где-то ему 99-100 лет. Поставим вот здесь вот Авраам Авину будет 100 лет. Если мы Седер Ламм говорить, то первого года прихода в Израиль, пока он пришел и обосновался около Хеврона, до 100-летнего периода прошло 25 лет. 25 лет Авраама Авину жил в Хевроне, а в Бер-Шеве он жил больше, чем это. Насколько больше? Мы не знаем, насколько. Значит, надо брать по минимуму. Мы опять с вами помним главный принцип и метод и анализа информации. То есть в Бер-Шеве, поскольку написано он жил больше, точнее, правильнее даже, наверное, сделать так, получается Авраама Авину было 126 лет, и он живет в Бер-Шеве. Извините за несопределённые масштабы, идея такая, здесь 25, здесь 26. То есть, смотрите, что нам говорит Седор Ламс. И был Авраам в земле Плештим, Ямим Рабим. Ямим Рабим какая-то неопределённая цифра. Эти Ямим он был больше, чем кто-то ещё. Больше, чем что? Больше, чем то, что он был в Февроне. Насколько больше, мы не знаем. Значит, берём по минимуму. То есть, если здесь он был 25, опять, это основывается на предположении, что он сразу первый же год там поселился, к 100 годам он ещё там, получается 25 лет, он должен по минимуму быть больше, получается 26 Бершеевы. Вот это принцип Садору-Лама. Разница должна быть минимумом. Разница, минимальная разница это один. Получается, что Авраам Амину уходит из Бершеевы, когда ему 126 лет, согласно Садору-Лама. Какое отношение это имеет к возрасту Ицхака Авина? Вот какое. У нас в Акидат Ицхак написано, что Авраам Авину идёт сначала три дня к заведомому месту, во-вторых, написано, что Авраам Авину возвращается в Бершееву. Возвращается в Бершееву. Если он там проживал, то значит он должен был вернуться в Бершееву где-то около вот в этой точке. То есть Акида должна была быть где-то вот здесь. Получается, Акида не могла быть здесь, у нас только есть две определенные точки, когда он туда переехал и когда он туда уехал. Здесь Ицхака Авину только ему год не может еще нести дрова на себе. Поэтому берется по принципу Рабиосифа другая определенная точка, когда ему 126 лет. Авраам Авину значит Ицхака Авину в это время было 26 лет. Потому что Авраам Авину возвращается в Бершееву. А Седер Олам доказывает, что он был в Бершееве 26 лет и в районе 100 лет туда переехал. Раз Авраам Авину туда возвращается, значит это должно было быть где-то здесь. Согласно другому мнению, Агита происходит вот здесь. И то, что умирает Сара, это является результатом того, что Авраам Авину принес Ицхака в жертву. Это тоже очень известные Мидраши. И эти Мидраши у нас присутствуют. Так или иначе у нас присутствует и та, и другая параллельной традиции. Никто не спорит, что в момент Акида, будь ли она здесь, и будь ли она здесь, родилась ривка. Если ривка рождается здесь, то ей будет Ицхак Авину здесь 37 лет, значит, ривки у нас будет 3. Если 126 лет, Авраам Авину во время Акида Ицхаку 26, соответственно, то ривки будет 14. Когда он на ней женился, ему было 40. Есть и такой, и такой вариант 40. У нас действительно существуют параллельные традиции. Еще раз говорю, сифардские манускрипты дают 26, как возраст Ицхаковину, во время Акида Ашкина и манускрипты дают 37. Давайте-ка немножечко... Я вообще не люблю отвлекаться на не-талмудический источник. Иосиф Флавий и книга юбилеев точно, не помню насчет Иосифа Флавия, но книга юбилеев точно говорит, что она дает цифру 34. Говорит, что Ицхаковину было 34 года, во время его... Откуда эта цифра дает? Дело в том, что, дорогие друзья, если мы посмотрим возраст Авраама и возраст Тераха, вот здесь давайте посмотрим в нашу праву, мы с вами увидим, Авраам Авину было около 135 лет и Ицхаку было около 35 лет, когда умер Тераха. Дело в том, что в фразу после Акидат Ицхак Авраам Авину говорится, что у него жена его брата тоже сыновей родила, там есть одни девочки происходят и целое родословное. Есть мнение, что это пришло письмо, оповещающее Авраам Авину про смерть его отца. А также ему к этому письму прилагался список, что вот такие-то родственники у тебя родились, у нас такие-то, такие-то есть родственники. Опять, было ли это написано, или купцы какие-то пришли караванами и рассказали, это не важно. Важная идея, что к Авраам Авину пришла информация о смерти его папы и параллельно с этой информацией ему пришел список родившихся. То есть, если в этом списке уже существует ревка, то она родилась где-то до этого, может быть, полгода, несколько месяцев, может быть, до того, как умертерах, и Авраам Авину в момент смерти его папы 135 лет было, получается, во время Акида, когда родилась ревка, было чуть-чуть раньше, 134 года, может быть, если округлить эту сумму, и Айцхак Авину было где-то 34 года. То есть, смотрите, интересную вещь. Это интересная вещь. Мы видим здесь, что книга юбилеев, она цедукейская книга. Но она делает то, что она накладывает возраст терах, когда умирает терах, прожив свои 205 лет, на возраст Авраама. Получается, что Аврааму 135 лет. Это тоже некая точка где-то вот здесь. Авраам Авину 135 лет, когда у него умирает папа, и вместе с этим к нему приходит информация о том, что у него есть много родственников, теперь жена его брата родила детей, и там есть внучки, внуки и так далее, то получается, и это все во время, когда ему 135 лет, значит, Ицхаку 35 лет, получается, что за несколько месяцев до этого могла бы быть Акеда, когда Ицхаку Абину было 34 года. Вот такое предположение книги юбилеев. так или иначе, ни автор этой, ни автор этого, ни 26 лет, ни 34 лет не связывает жертвоприношение Ицхака со смертью Сары. Бесспорно, это одно из калмудических трагедий. То есть, смотрите, дорогие друзья, у нас есть несколько различных традиций, которые говорят нам ту или иную цифру. 37, как Пушкин, или же 26, как Лермонт. Веленский Гаон, как я еще раз сказал, предпочитает вот этот вариант. Рабьяков Эмден предпочитает этот вариант. Я бы хотел, может быть, оставить сегодняшнюю лекцию именно на половине, как говорится, потому что с этой информацией будет связано обсуждение возраста нашей праматери Ривки. Было ли ей 3 года, или было ей 14 лет. Дело в том, что не мы с вами первые, кто занимается этим вопросом. Тем, конечно, нам хочется, чтобы ей было 3, более веселее, так сказочнее, чудеснее. Есть такие, которые наоборот хотят, чтобы было все проще и реальней. Так или иначе, судя по всему, существуют две параллельные традиции. И начиная с времен, не знаю, с времен толмутических, эти две традиции, были ей 3 года, и 14 лет, параллельно развиваются в еврейском народе. Эти две традиции обсуждаются в литературе еврейской, они обсуждаются в относительно недавних работах мудрецов 200 лет назад, и, бесспорно, они заслуживают ментального разбора и внимания. Поэтому пока то, к чему мы с вами пришли, что существуют две параллельные традиции, и трудно дать предпочтение одной по сравнению с другим. Поэтому когда в каких-то лекциях кто-то говорит, что Ицхак Авину было 37 лет, 37 лет только, это бесспорно упрощенный вариант еврейской традиции на эту тему. Еврейская традиция намного шире, намного интереснее, наверное, чем упрощенный вариант. Поэтому для тех из нас, кто уже набрался достаточно Ирад Шамаем и знаний в иудаизме, для них более широкий вариант понимания еврейской традиции на эту тему должен быть более приемлемым. Так или иначе 37 и 26. То, что написали книги юбилеев, я не знаю, нужно ли нам это серьезно анализировать, все-таки книги Седора Ламп, но интересно, что пользуются они очень похожим методом. Так или иначе, до встречи в эфире, пожалуйста, присылайте ваши критические замечания, присылайте ваши комментарии и не забывайте ставить лайки. До новых встреч в эфире, с вами был Барух и у Аблах. Спасибо.